Кусики, всем большой привет! Начинаю этот влог какой-то такой, типа, здрасте, уже 3 часа дня. Сейчас будем собираться идти. Я рассказывала, по-моему, в прошлом влоге, что мы нашли тут кафе есть недалеко, латиноамериканское. В общем, посмотрим, что там есть интересного. Может, пообедаем там. Я хочу быстро-пребыстро сделать свой макияж, потому что, думаю, засниму. Потому что, оказывается, я как-то в этом, в лайв, да, в инстаграме, вот, в инстаграм-лайве. Снимала и показывала несколько раз, какой у меня повседневный макияж. И как-то вот на видео что-то я давненько не показывала свои макияжи. В общем, если я хочу сделать прям все очень-очень быстро, я просто использую вот эту вот пудру тональную от L'Oreal True Match. Такая вот пудра. У меня оттенок самый светлый, по идее. 1 Ivory, Golden Ivory. 1W или 1D. Возможно, есть какой-то и более светлый. В принципе, неплохо смотрится. Немножко, знаете, так жизнь придает коже, потому что у меня очень бледная кожа. Вот это вот кабуки, честно, не знаю, можно ли ее купить вместе с этим тональным. Когда была пиар-рассылка, просто вот эта кисть была. Присылали, по-моему, было где-то 3 или 4 оттенка. Но, естественно, мне только самый светлый подошел. И тоже есть из этой серии вот такая вот прозрачная пудра. Очень классная. Она именно такая мелкого, такого мелкого помола. Я ее еще использую как сухой шампунь. Единственное, что мне кажется, что у меня от этой пудры сухость глаз. Возможно, немножко или аллергия, или... Ну, вообще, от пудры у меня вообще аллергия на пыль. Вот мне кажется, вот эти испарения, хоть это типа минеральная пудра, но вот не знаю. Ну, как быстрый вариант, отлично. Особенно вот, когда тепло. Зимой бы, наверное, вряд ли бы у меня хотелось. Оливка там, кстати, с Вадимкой на кухне. Поэтому, если что, будете слышать ее рассказы. В общем, кто смотрел последний влог, мы выбирались на барбекю. Ночка была просто супер веселая. Потому что в итоге она, короче, до 12 почти ночью очень плохо спала. Она каждый час просыпалась. В истерике еще нос у нее до сих пор заложен. Короче, мы ей пока почистили нос. Пока одно, пока другое. Конечно, она еще больше от этого разозлилась. Но, слава богу, потом она таки нормально спала. Потому что я уже себе представила, что это всю ночь будет так. Но все равно сегодня я проснулась с такой головной болью. Только что поспала немного. Пока она тоже спала. Потому что, бедненько, она тоже отсыпалась. Она сегодня почти 3 часа одним поспала. В общем, как вы видите, я наношу чисто эту пудру. Даже не консилер, ничего не наношу. Ну, у меня сейчас как-то нет никаких прыщиков таких, которые мне бы прям хотелось так закрыть. Кто это ко мне тут зашел? Брощата? Брови. Наношу либо карандаш от Мимими. Ну вот, либо тень. Сейчас у меня опять, я прыгаю. Прыгаю то к теням, то к карандашу. То мне кажется, что карандаш лучше. Потом, возвращаясь к теням, мне кажется, что тени лучше. В общем, здесь я как бы, знаете, чисто по настроению. И особо я так много ничего тоже не делаю. В принципе, сейчас довольна своими бровями, даже если их не оформлять. Я как-то их сейчас вообще очень-очень мало трогаю. Не щипаю, только вот, знаете, немножко уж совсем вот здесь волоски. И все-таки я заметила, что вот вернулась немного густота моих бровей. Они, конечно, у меня уже, наверное, вряд ли будут такими, как были до того, как я начала разные эксперименты с ними. Потому что, что я только со своими бровями не делала. У меня были они как супер тонкие полосочки. И когда-то я даже сбрила пол брови. Ну, короче, это было сумасшествие. Потому что мне было так стыдно, что у меня широкие брови. Вот в подростковом возрасте. Потому что тогда, знаете, в начале 2000-х не были популярны природные широкие брови. Вот не знаю, не могу я без какого-то фиксатора для бровей. Реально я вот вижу разницу. Особенно мне нравятся такие, где есть какие-то фибры. Этот у меня от Lancome. Просто какой-то такой эффект получается у бровей. Ну, очень какой-то природный и аккуратный. Единственное, что мне не сильно нравится, вот с этим продуктом может оставлять немного белых следов. Я вот все хочу попробовать. Я видела, я уже рассказывала, что у Maybelline есть вот какой-то такой похожий продукт. Как закончится, попробую на замену. Потому что, в принципе, мое торт-деко уже заканчивается. Там совсем уже ничего нет. Ладно, так быстренько немного бронзера. Тоже беру, опять же, на вот эту кисть кабуки. Просто немного теплоты добавить. В общем, коты столкнули мой любимый хайлайтер от Colourpop, и он упал. Но ничего, слава богу, что у них такая, знаете, как эта текстура какая-то, как гель какой-то. Поэтому она не разбилась. Склеить легко обратно, как какой-то пластилин. В общем, у кого есть хайлайтеры от Colourpop, не сухие, я думаю, вы меня поймете. Радости нет предела. Нашла я свои щипчики. Они упали в комод в нижний ящик, там в третьей комнате. Даже не знаю, каким образом они туда упали. Я достала слинг, чтобы постирать его. Такая достаю его. Смотрю мои щипчики. И на губы тоже, что я показывала. Тинт люблю у меня от Benefit Posi Tint. Наношу на серединку, внутреннюю, больше всего. Самое-самое последнее, это Fix Plus. Чтобы не было вот этой вот такой припудренности. Камера. Я тебя вижу. Простатень. Простатень. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. fre child. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Игорова. Банчик вперед Папа мне не нравится Что у тебя папа такое Зайка Так охота спать Сегодня немножко раньше проснулись с утра Поэтому вообще как-то немножко У меня такой милый хайлайтер на носу Немного раньше сегодня проснулись с утра Поэтому честно я какая-то такая сонная В общем Вадимка убежал там По делам Скажем так Скупился в магазине И сейчас Поставлю все в холодильник Вообще купила я маленькую панамку Не знаю даже почему Был бы в общем 40 Говорю тихо, потому что ей скоро спадки Не хочу, знаете, так вот резко Резко, громко разговаривать Был 46 размер Думаю 8 уже 48 В общем большой по диаметру Но у него голова где-то наверное 44 все равно В общем не знаю Мне показалось, что разница небольшая Думаю или еще вырастет голова Большое, одели А оно сразу переворачивается Там в принципе завязок нет Я скорее всего поеду на днях Просто верну панамочку Ну или останется на следующий год Посмотрим, купила в смыке Купила в смыке А сейчас зашла на сайт ИЧНМ Не знаю почему-то не зашла в ИЧНМ В детская уже не поднималась туда На второй этаж Там вроде как так много красивых панамочек И даже по цене ниже, чем я взяла И что, посмотрим, надо взять панамочку Вот, смотришка И наконец-то купила открытки для девочек Которые победили в инстаграме Где было у меня 10 фактов в огурне Где были некоторые факты неправдивые А остальные были правдой И нужно было угадать Где же там Где же там настоящие факты В общем, 11 девчонок Так что надеюсь, что вот на следующей неделе Я уже отправлю открыточки Напишу там Какие-то пожелания В общем, выбрала красивые открытки с городом Красный лук И вообще этот лук красный Черри помидоры Тоже очень нравится нам вот такой вот перец Капи называется, я помню, в Украине Капи называется Не помню точно, как он здесь называется Куриный паштет Сын Филе куриное Грибы, шампиньоны Аккуратно Синий сок Писки копченые Взяли тоже по стандарту хлеб Яйца Яйца Владимка тоже очень любит Красную фасольку С овощами, когда я запекаю И все вон Маленькой Одну такую пюрешку от Гербер Яблоко Яблоко Ябрикос И от Боба Вита Правда тут не пробовали чернику Тоже в ягоды Банан и яблочко Вроде да Яблоко 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 Банан Яблоко Маленькой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok